Добрый день! Сегодня у нас в гостях уникальный собеседник. Когда я назову хотя бы несколько из его должностей и профессий, уже будет понятно, о чем я говорю. Владимир Геннадьевич Шубин. Я прочту несколько из того, чем вы занимались. Это заведующий отделом Советского комитета солидарности стран Азии и Африки, руководитель сектора международного отдела ЦК КПСС, профессор университета РОЦА, профессор института Африки, главный научный сотрудник института Африки и так далее, и так далее, и так далее. У меня огромный список. С чего все начиналось? С чего начиналась любовь к Африке и почему именно Африка? Ну, любовь к Африке начиналась с четвертого курса МГИМО. Дело в том, что это был 60-й год. В 60-м году Африка сильно менялась. 17 стран стало незазисимым. Но еще в начале года у нас просто началась, в хорошем смысле слова, мобилизация добровольная, пройти стажировку в качестве переводчика в африканских странах. Но, конечно, тогда это был прежде всего север Африки. Первый год с лишним, 60-61-й. Я был в Александрии и в Египте. Но в то время как раз шел процесс деколонизации Африки, очень активный. Ну, а потом вторая волна уже после окончания института. Хотя по происхождению я не африканист, а я афганец. Я пушту. Как я потом объяснял, пушту, когда я его еще помнил более-менее, афганским друзьям, поскольку в Афганистане не было революции, я стал специалистом права за 60-е годы. Но если Афганистан и Египет как-то географически и ментально все-таки связаны с Россией, то юг Африки – это абсолютно терроринкогнито для России во все годы. Не совсем так. Начиналось это еще с наших отдельных людей, которые попадали там или по пути из Азии в Европу, или, скажем, из России, или из Европы в Индию. Потом стали заходить наши корабли туда. Наши моряки бывали там на английских судах, когда дружили временами с Англией. И так далее. Ну и самая заметная страница – это, конечно, участие наших добровольцев. Свыше 200 человек в Англо-Бургской войне. Это 99-й, тире, 2002-й год, 1899-й. Это уже такая в памяти осталась. Я сейчас вернулся как раз из Южной Африки. Может быть, я общался немножко не с теми людьми, но все говорят, что уникальность Южной Африки прежде всего в том, что это страна, где белый человек пришел первым. Так ли это? Это совершенно неверно. Полностью. Миф, который они старались обстрадать. Первые там появились, самые древние считаются вообще населением на Земле. Это вот те, которых до недавнего времени именовали бушмены, готентоты. Ну, сейчас считается более правильное название – саны, кой-кой. То есть такие по виду монголоидного типа люди, хотя считается, я не специалист по генетике, но якобы такой прямой связи, скажем, с монголами, с бурятами у них нет. Потом с севера пришли, ну, не люблю я слово «чернокожие», но употребим, значит, черные африканцы, в основном из семьи языковой Банту, а с юга, начиная с 17 века, уже стали появляться белые. Ну, еще раньше немножко появлялись португальцы, но и там постоянно никакой стоянки не было у них поселений. Вот основание Кептауна, это уже 17 век, голландцы. И то они рассматривали это сугубо как станцию для заправки питанием и так далее по дороге от их колоний в нынешней Индонезии, голландской Ост-Индии, в Европу. И даже управлялась эта вот часть из нынешней Индонезии, когда город Батария считался. И только потом уже постепенно они стали двигаться в центральную часть, в основном войнами, довольно тяжелые войны были. С местным населением уже сначала покорили местное население, то самое автохронное, а потом уже и бои были с африканцами. Вот так примерно. Ну вот если читаешь художественный роман, то ничего более захватывающего, чем история Южной Африки, вот этой борьбы форт-трекеров за проезд, англичан против англо-бурская война. Все, когда читаешь, там, «Капитанца Орви Голова» или «Питер Марец, юный бур из Трансвааля», просто сходишь с ума. За кого вы были в этой борьбе вот сейчас? Ну, вы знаете, если вы имеете борьбу именно между буров и африкан, то есть между буров и англичан, здесь, конечно, исторически, если брать чисто отречься, так сказать, от основного населения страны, справедливость была на стороне буров, потому что англичане хотели покорить эту землю. Сначала были найдены алмазы, они тут же сказали, что это территория их, а потом, когда уже нашли золото в районе нынешнего Веронисбурга, там, конечно, уже они не хотели никак опускать это в своих руках. То есть это было, неизвестно считался Сесель Роц, так сказать, зачинщиком этой англо-бурской войны, потому что ему нужно было захватить территорию, ему и другим, скажем так, магнатам английским. Вот примерно так. До сих пор заявляют, что, в общем, виновник всех проблем Южной Африки и стран, прилегающих к ним, Роц, потому что он организовал Дебирс, битвы за алмазы, Родезия Южная Африка. Ну, знаете, я вообще против культа личности, будь то там или будь то у нас, скажем, в стране, я понимаю. Поэтому не надо все сваливать на Роц. Да, на Роц был выразителем интересов как раз вот английского, антополистического капитала, который пытался там действительно создать большую территорию, захватить как, ну, и территорию для сбыта товаров, а прежде всего, как источник богатства, источник минералов, которые там были. Во многом, конечно, эта политика лунеальная сказалась о на судьбе этих народов. Ну, хотя бы, скажем, Мозамбико-Анголы, это уже португальские завоевания. Намибия – первоначальная пологерманская колония. Ну, как бы срединка самая этого региона. Это действительно англичане. Вторая мировая война тоже провела раздел между бурами и англичанами. Часть, особенно там военизированное крыло, вот это Осева-Брандваг, хотела сменить власть на немецкую, часть – английская. Ну, тут во время обеих, извините, войн мировых, во время первой, во время второй, часть бурского населения рассматривали, как они стали себя именовать африканерами, то есть, попросту, и африканцы, они себе такое звание, так сказать, присвоили. Вот, а африканцев, тех, кого называют африканцев, они звали Банту. Они, часть населения пыталась использовать эту войну для того, чтобы свергнуть английское правление. Хотя к тому времени, даже к Первой мировой войне, там много парадоксов, и долго, наверное, мы не сможем об этом говорить, но, например, уже в правительстве были те генералы бурские, которые воевали против англичан. Ко времени Первой мировой войны уже были там. Там было настоящее восстание, но его подавили, подавили в том числе и те же бурские генералы, уже на стороне Лондона выступающих. Во Вторую мировую войну, там тогдашний премьер-министр, Херцог, он предложил объявить нейтралитет. Но у него получилось, что большинство парламентов, в том числе его собственной партии, раскололос, выступили против него. И тогда стал премьер-министром, Ян Смэц довольно знаменитый, он входил в военный кабинет Черчилля. И южноафриканцы активно участвовали в Первой мировой, и в Первой тоже. Ну, во-первых, они заняли Намибию практически сами, нынешнюю Намибию. Воевали в Восточной Африке. А во-второй – это Афиопия, это потом Северная Африка, Италия. Дошли до Северной Италии, южноафриканские части. В составе, так сказать, английских, британских, строго говоря, британской империи тогдашних. Вот примерно так. И сильная армия была действительно сильная? У них небольшая, но достаточно сильная, достаточно квалифицированная армия. После окончания войны в 49-м году начинается вот то, что весь мир осудил как апартеид. В 48-м. В 48-м. Официальная политика. Действительно ли апартеид был вот этим кромешным адом и ужасом? Или, как они его сами назвали, это просто наша политика разделения? Ну, вы знаете, в общем, апартеид все-таки начинался на базе того, что делали до этого англичане и так далее. Понимаете? Потому что еще в начале почти века, вскоре, после создания Южноафриканского союза, был проведен раздел земли, где больше 80% осталось за белыми, и меньше 20% за черными. Вот вам и разделение. То есть это не просто разделение, но идет одновременно по всем пунктам дискриминации. А апартеид выглядело немножко наивно, что все будут жить отдельно, в разных местах, ходить, извиняюсь, на разные туалеты, лечиться в разных больницах и так далее. А реально это означало, что тогда было 20%, скажем, процентов населения, немножко больше. Имеется власть. Достаточно сказать, что и в парламенте никого не было, кроме белых, и в правительстве никого не было, кроме белых. А чтобы как-то удовлетворить африканцев, они стали создавать вот эти вот так... Ну, то, что вошло в историю по словам Бантустан, хотя термин неофициальный, официально хоум-лента, вроде отечества, то есть маленькие псевдогосударства для отдельных этнических групп. Причем карты их были вот такие. Некоторые стояли из 20 кусков. Ну, где белая ферма-то не попадала, соответственно, в это государство. Где белой фермы нет, попадала территория. Это были, конечно, марионеточные государства. Цель была... Они всегда говорили, что мы, так сказать, страна меньшинств. В белых они записывали все в одну группу. То есть буров, африканеров, португальцев, немцев, евреев, греков. В одну группу. А африканцев всех делили вот по всяким мелким этническим. Вот, например, цветных. Цветные – это в основном смешанное происхождение между белыми, которые поселили свое. Они киптауны в основном западного Кейпа, как они говорят. Плюс рабы, которых привозили из Индонезии нынешней, из голландского стенди. Плюс некоторые африканские рабы. Плюс местное авторитонное население. Так было семь их групп. Последний групп назывался Ада Кала. Другой цветной, который же никуда не попал. Это было сумасшедшее. Ну, вот внешне это выглядело. Вроде вы все равны, разделяйтесь. Только мне 80%, а вам на всех 20%. Понимаете? Был ли какой-нибудь средний класс чернокожевый? Постепенно он стал создаваться, начиная, наверное, где-то вот с 50-60-х годов. В основном за счет мелкой торговли, а потом уже не такой мелкой, в тех районах, где они жили, в том числе и в городах, потому что в пригородах точнее. В городах, как правило, не разрешали африканцам жить. Они могли там только в качестве слуг, если, так сказать, есть разрешение хозяина, или приходить туда на работу. А в поселках, ну, вот знаменитые Советы, рядом с Иронисбургом, там тогда уже был миллион, потом два. Там, конечно, своя черная буржуазия создавалась. Об этом тоже у нас книги писали, и грамотные книги писали. То есть какой-то слой был, но очень незначительный, потому что им действовать в других районах страны запрещалось. Нам трудно представить. Например, черный не мог быть водителем паровоза или машинистом. Рядом в соседних независимых странах, включая вот Лисота, знаете, в серединке Африки, как бы островок, мы там были еще в 84-м, там на вертолете местный человек летает, все, а рядом он не может машинистом быть, электровоза или там. А, то есть во всех странах рядом, Анголы, Назамбик, Апартейда не было? Ну, понимаете, Апартейда там не было. Там были свои ограничения у португальцев, но они стали независимы довольно рано. Лисота, Ботсвана, они стали в середине 60-х годов независимы, ну, чуть попозже. А те страны в 75-м, но португальская колониальная система, она отличалась. Там формально, если ты цивилизованный, не был такой термин, а семи-лядуш, то есть те, которые ассимилированы, то ты якобы имеешь те же права. На самом деле, конечно, это было по-другому, но такое жесткое вот разделение, которое было в ЮАР, это все-таки особый случай. А как Нельсен Манделл уже имел диплом юриста? Как он мог получить в ЮАР? Значит, у них стали создавать уже в этом веке, то есть, видите, в прошлом веке университеты, где можно было учиться черным. Первоначально был такой Форк Хейра, один университет, где африканцы учились не только из ЮАР, но и соседних стран, скажем, из Зимбабве нынешней и так далее. Некоторые тоже там учились. Так что там можно было получить образование, но это было крайне редкое исключение. И, скажем, может быть, один к пятидесяти, один к ста было высшее образование у африканцев и учеб. Последние годы, конечно, Бортрей тоже эволюционировал. Где-то в 80-е годы они стали отменять, например, запреты некоторые, что на скамейке можно вместе сидеть, а то скамейки были отдельно тоже, понимаете. Стали открываться отдельные университеты вот в этих псевдогосударствах, и один был даже еще университет, как бы для черных в городах был создан. Но они были слабенькие, конечно. Вы знаете, уровень образования был страшный. Нам трудно представить, что к моменту смены власти, ведь разные цифры говорят, но меньше половины грамм от нас было, намного меньше. К моменту серьезных перемен, вот в весьмятые годы, когда уже движение против Аборта поднялось очень сильно, 30% было электрофицировано, понимаете. Ну, как можно развиваться, если дома нет электричества, понимаете. То есть перепады были страшные, а поскольку их еще повыселяли из городов в 50-е годы, то можно было в том же Киптауне, сейчас вот там какие-то трущобы возле аэропорта, а так можно было проехать по городу и не почувствовать ничего. Красота, где эти, кто там, понимаете. С какого года началось, я не знаю, правильное ли слово, вмешательство Советского Союза в дела Юга Африки? Ну, слово совершенно неправильное, потому что это не вмешательство, если иметь в виду контакты наши с ними. Ну, тут немножко по-разному, потому что во время Второй мировой войны, когда наша страна и Южноафриканский Союз оказались на одной стороне, поскольку они участвовали тоже в антигитлерской коалиции, были установлены дипломатические отношения. Ну, не в полном объеме, скорее консульской. Было генеральное консульство наше в притории отделения его в Вашингтоне, извините, в Киптауне. Но в 56-м году они это закрыли под предлогом, что отведется подрывная деятельность, но никаких фактов они перевести не смогли. И одно из обвинений было в том, что на всяких мероприятиях в консульстве черным подает спиртные напитки. У них же тогда африканцам разрешалось пить только собственное пиво, такое типа Браги, понимаете, а даже нормальное пиво запрещалось. И спиртные стали им продавать, уж не помню, по-моему, в 80-е годы, только до этого запрещалось. Вот так вот. А параллельно с этим были контакты, начиная с 20-х годов, с левыми в ЮАР, тогда еще Коминтерн действовал, как вы знаете. Да, еще в 20-м году на десятилетие Октябрьской революции приезжал президент Африканского национального конгресса Джосай Гумеди, нынешней правящей партии. Был в Москве, потом ездил в Тбилиси. Потом, когда начался подъем освободительной борьбы в Африке, ну, вы помните, Ганна первая стала, бывшая Золотой Берег, независимая, в 57-м году. И у них 50-е, конец 50-х, начало 60-х. В 60-м году правительство запретило Африканский национальный конгресс, ведущую к тому времени организацию, плюс запретило еще, от них откололся такой панафриканический конгресс, некоторые другие. И после многих колебаний в 61-м году они все-таки приняли решение, хотя в очень ограниченном масштабе, использовать насилие. Но я хочу с самого начала сказать, что они отказались от террористических методов. Вот у нас, когда умер Мандела, было давно много публикаций, ну, извините меня за несколько слов, просто глупых, которые не знали, что на самом деле происходило. У него знаменитость, была речь на суде, где он сказал, что несколько есть методов. Есть метод, ну, то, что у нас переводят саботажи, скорее, это диверсии, то есть каких-то отдельных взрывов, но без человеческих жертв. Есть метод терроризма, есть метод уже войны, там, партизанский и так далее. Вот мы умышленно отказались от метода терроризма. Вот эта организация Унквонтова Сизба. Унквонтова Сизба. Она была создана в 61-м году совместной частью руководства Африканского национального конгресса и компартии, которая была небольшая, но довольно активная. Вот они провели несколько сот операций, но сначала арестовали Манделу, его церушники выдали местным властям. Ну, тогда ему дали только пять лет за призывы там, так сказать, нарушать порядки, пересечения границы. А потом, когда арестовали основное руководство, это уже в следующем году Манделу 62-м, это в 63-м, и его из тюрьмы назад привезли, он стал обвиняемый номер один. И присудили, могли их к смертной казни, но присудили всех к пожизненному заключению. И вот 27 лет он сидел, соответственно, его друзья чуть поменьше, которых попозже арестовали. Ну, и получилось так, что они раздавили потом и второе руководство, которое именило. И реально руководство этим движением стало больше из-за рубежа. А вице-президентом, а потом и президентом, был Оливер Трампо, очень хороший человек, и он смог все-таки удержать людей и вот от таких неправильных действий, и смог сохранить единство. И здесь можно говорить о нашей роли, понимаете? Дело даже не в цифрах каких-то, хотя были времена, когда действительно, кроме нас, почти никто им и не помогал. Дело в том, что наша страна оказывала помощь в тех делах или в то время, когда другие или не могли, или не хотели. Был очень грустный эпизод в 69-м году, когда их лагерь, который был в Танзании, его, так сказать, стали закрывать, и порядка 100 человек, точно цифр у меня, к сожалению, нет, был эвакуирован в Советский Союз, где они почти два года оставались на переучивании. Тем самым было сохранено вот ядро этого Умконта в СССР в этой организации. А в 76-м году пошел новая волна, там начиналось со студентов, со школьников даже. Люди стали выходить из страны, чтобы присоединиться, ну, в самом простом варианте взять ружье и назад пойти воевать. Но это не так просто, конечно. И вот вокруг этого ядра уже стала создаваться более широкая организация. Люди были очень хорошие, наши их учили. Учили, было такое славное место, Перевальное, там был, так сказать, учебный центр для освободительных движений. Потом уже стало просто училище называться в разных местах. Ну, кстати, в Минске учились они в 88-м году. Я был с делегацией там как раз, где в военном училище учились южноафриканцы. Было какое-то снабжение. Но хочу сказать еще раз, что главное наше было даже, может быть, не это, уж совсем главное, на то, что это была помощь в том, чтобы не допустить черного расизма. Вы понимаете, у них ненависть была огромная. Ну, когда у тебя рядом убивают школьников твоих друзей или там детей и прочего, а по Убивальевски немало власти. Вот. Они, когда приходили в лагеря, где были белые некоторые, левые, их лагеря, именно военные, уже удивлялись, понимаете. когда они у нас были, ну, вот, рассказывали же, что некоторые ребята впервые видели белую женщину работающей. Говорят, что на ферме другую. На ферме бывает такая патриархальщина, там они видят. А вот те, которые в городах жили, они впервые видят, что белые, оказывается, тоже могут работать. Ну, в наших учебных центрах, военных особенно. Общая сложность выше 2000. У нас прошла военная подготовка. Ну, некоторые, правда, те же самые люди были. Это процесс был долгий, почти 40 лет, поэтому люди... И все руководство... Почти все руководство, я бы сказал так, руководство, то, которое было 25 лет назад, оно почти все у нас училось. Порядка 200 было, наверное, в университетах в общей сложности. В военных каких-то университетах? В военных около 2000 в общей сложности. Полные курсы стали давать только в самом конце уже, где-то с 81-87-го. И стыдно сказать, в 91-м осень, в период разброда и шатания, извиняюсь, их все просто попросили отсюда. Но это уже одно из тех преступлений, о которых и говорить не хочется. Человек еще, наверное, 200 были. У нас Институт общественных наук. При ЦК, там было два варианта для Компартии, для ИНК. Была комсомольская школа, профсоюзная школа и так далее. Ну и, в общем-то, люди действительно неплохо вспоминают о нашей стране. Другое дело, так уж не хочется об этом много говорить, но то, что мы не смогли этим воспользоваться, что то, что в период, когда они стали приходить в власти, у нас уходящий режим Горбачева, а потом приходящий Ельцина стал активно развивать связи с уходящим режимом Деклерка. Понимаете? А вот в той же книге Филатова и Дэвид Сона есть описание, как южноафриканцы удивлялись, зачем вы это делаете? Зачем действительно приняли Деклерка, когда он уходил? Там уже была наша миссия с согласия НК, действовала там наша миссия с 91-го года. А в 92-м представитель ЮАР, который здесь глава миссии, сказал Ельцину, это он теперь сам вспоминает, а вот мы, как же, почему я не посол? Тот сказал, все, объявили посольство нарушения резолюции генеральной сомблии. А еще не сняли? Конечно, сняли после 94-го. В конечном итоге вы один из тех людей, которые принимали решение, с кем работать в Советском Союзе. Это резко, скорее готовили решение. Готовили решение, потому что за помощь Советского Союза боролись там МПЛА, УНИТО, ФНЛА, огромное количество всех вот этих движений. Как это принималось решение и почему все-таки давали не Савимби, а... Ну, тогда мы отойдем немножко от ЮАР в более широкий регион Юго-Африки. Ну, в Анголии это народное движение и освобождение Анголы, МПЛА, оно, в общем, имело связи у нас с самого начала, даже до того, как они начали вооруженную борьбу, понимаете? Что касается второго движения, этот ФНЛА, или первоначально это было УПА, другое название, но не будем в детали сейчас сходить, оно, конечно, было то, что вызывается языком того времени, а может быть и этого, оно было все-таки репетиционным, не только из-за связи с южно... с американцами, а потом уже и с южноафриканцами, но и потому, что они применяли достаточно жесткие методы, расправы над белыми поселенцами и так далее, то есть это действительно была теоретическая организация, контакты с ними были, в архивах можно найти записи беседы некоторые, но ни к чему не проводилось. в Савимби, у не та вот его партия, он откололся от ФНЛА, но это долго все рассказывать, до того, как он откололся, ай разочек и здесь был в апреле 64-го года, но он хотел сам себя быть вождем и сам создать свою организацию. Частично он этого добился, человек, он был способный, абсолютно беспринципный. И когда дело дошло уже до независимости Анголы, он стал опираться на помощь южноафриканцев. Я был позапрошлым году, нет, простите, в прошлом, в последний раз в Анголе, они проводили интересную историческую конференцию, и там в том числе был генерал-майор южноафриканской военной разведки, который как раз эту униту учил еще в 75-м году, когда никаких наших специалистов там не было. Понимаете, вот примерно так, то есть выбор был вполне наш обоснованный, обоснованный, хотя когда речь была о каком-то компромиссе временное правительство из трех движений, это 75-й год, в январе было соглашение достигнено, наша страна его тоже поддерживала, но оно не сработало. А говорили, что унита поддерживает Китай, и это раздел... Это было тоже, потому что тогда Китай сначала поддерживала ФНЛА, у них была большая группа специалистов при них, а потом стал поддерживать унита, ведь Китай тогда не нынешний Китай был, мы об этом забываем иногда. Ну, например, они снабжали унит оружием через ЮАР, через Намибию, это тоже исторический факт, понимаете. То есть была тогда, ну, как вот китайцы, с которыми мы сотрудничали, они обычно делили их историю как бы на три периода, вот новую уже Китай, внешнюю политику. Первый, когда они были вместе с нами, но американцы, то есть не американцы, но США, Вашингтон считался главным противником, и так далее. Второй период, когда Москва считалась главным противником, и тогда они готовы были с другими идти на контакт. Ну, а третий, когда уже самостоятельно, стараясь наладить отношения со всеми, это вот уже нынешний период. Так что этому особенно удивляться не надо. Тем, кто что, если кто-то с Москвой, значит, они были тогда против этого. То есть вот эти три разных партии, это противостояние все равно между Америкой и Россией? Да не совсем так. Главное все-таки внутренне. Я вообще скептически отношусь даже к термину холодной войны и к этому. Есть такой хороший норвежский исследователь, Веста, тот долго работал в Англии, сейчас в Штатах. У него книжка называется Global Cold War. То есть он показывает как раз, что не все это вот так только было между двумя. И действительно многое определялось местной динамикой, если можно так выразиться. Ну, скажем, вот те же эти три движения, там был элемент и этнический тоже. Не надо все сводить. У нас тоже примитивно говорят, вот три главных этнические группы и поэтому три партии. Это было бы примитивно. Но этот элемент тоже был. То, что называют регионализма или этничности. Плюс какие-то личные моменты. плюс социальные, кто-то более образованный, а если там менее образованные отношения... А гостинин это был образованный? Он был образованный, но вот как раз унита пытался савимбе, что вот мы настоящие свои, а те уже с португальцами вместе были и так далее, понимаете. А вы общались и с тем, и с тем? Нет, я видел столько с практическим... Ну, унита на каких-то конференциях, а так с нету мы когда-то виделись до его смерти. Ого! Ну, это было давно. Я ведь... А савимбы не видели? Савимбы я не видел. И вот роль личности в истории. Понимаете, как только... Вот вы говорите, США, Советский Союз. Вроде договорились мы в начале 90-х, должны были замириться в Анголе. Привели выборы, савимбе не получил большинства, начали снова воевать. Понимаете? И еще 10 лет уже они воевали, когда уже ЮАРТа стала свободной. Понимаете? В 2002 году... Америка поддерживала. Америка сначала поддерживала, потом уже перестала открыто поддерживать. С опозданием на 20 лет они признали при Клинтоне. Они же 20 лет не признавали правительство, весь мир признавал Клинтон. Но кончилось с тем, что когда савимбе прибили, быстро тут же его генералы как смеялись-то, правительство или МПЛА освободили унитур от савимбе. Они тут же пошли на соглашение. То есть они еще молодцы в Анголе, они смогли... Они не говорят, что мы победили, они говорят, мир, главный мир в нашей стране. Мы установили мир. Хотя, конечно, партия осталась правящей на всех основных постах и так далее. Но смогли то, что прокликция называется аккомодейт, то есть как-то устроить и других и так далее. Вы смогли остановить вот то, что вы назвали черный расизм в Южной Африке, но в Анголе, в Родезии везде черный расизм появился. Ой, нет, 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 все-все-все сложнее. Я могу сказать, что наше участие в этих делах способствовало тому, что они не сползали к этому. Сказать, что мы остановили, как говорят, мы там сделали, это перегиб. Второе. Зимбаби, она ведь жертва большая пропаганды. Конечно, глупости они там натворили немало, но в целом никого там никто не вырезал. Но я там регулярно бываю, последние три года не был. Ну что, у меня книжка сейчас вышла «Судьба Зимбабиа», посмотрите как-нибудь. Никого-никого не вырезал. На шар действительно было убито где-то порядка десяти или двенадцати фермеров во время захвата, скажем, пятисот ферм. 12 тысяч или двенадцать? Нет, Десять или двенадцать. Понимаете? Я не хочу называть фамилию, но у меня добрый знакомый там был в одни из скандинавских стран посол вот в один из приездов моих, наверное, уже лет шесть-восемь назад. Он говорит, ну вот смотрите, здесь плохо, все, действительно, захват, грубо убили, там, десять, к тому времени, по-моему, восемь или десять человек, там, а в ЮАР убили несколько сот, но не из-за политики, просто бандитов. И никто, в мире, не шумит, а шумят здесь. А почему? Мугаби, какой бы он ни был, он покусился на священную частную собственность. Вот его главное преступление. Причем, есть еще один момент по Родезии или по Зимбабиа теперь. У них же очень большой приток поселенцев стал после Второй мировой войны. Родезия служила базой для подготовки летчиков Британской империи. Я не помню точную цифру, по-моему, 10 тысяч, что ли, прошло через нее, но родственники и так далее. И все поняли, какая-то красивая, чудесная страна, с чудесным климатом, все. И большой был поток после этого. И им давали земли. Вот у нас добрый знакомый, он мне рассказывал, когда мы были там, года 4 назад, 5, как, значит, у них было, ну, какое-то хозяйство возле Балавая, второй крупнейший город. Приехал Белый и сказал, все, это я получил, а теперь мое, а вы выходите, куда хотите. И, конечно, одно из первых дел, когда начались перемены, он назад себе взял ту первую. То есть там еще свежая была память людей, которых вот на глазах у них или у их родителей отнимали эту землю, понимаете? У нас во времена осуждения протеида и изоляции ЮАР были какие-нибудь связи с ЮАР? Вы знаете, связи у нас с ЮАР, именно с ЮАР были очень эпизодические. Иногда бывало в виде исключения разрешали нашим кораблям зайти в порты, когда вдруг, ну, например, был случай, когда там сильно покалечился матрос там, вот именно в виде исключения. Хотя, конечно, с удовольствием многие бы заходили туда. Понимаете? Вот. У нас были контакты по линии наших спецслужб с вопросом освобождения наших людей, попавших в плен. То есть такие контакты были. Контакты были, были еще просто некоторые предупреждения, которые наши давали им, в основном в рамках ООН. Такой Березовский хороший человек-советник. Он, в основном, этим занимался в рамках ООН. Есть одна история, которую обычно пытались на Западе подать. Это то, что наши алмазы продавались якобы в ЮАР. Это неверно. Они продавались в Лондоне. Но в Лондоне та компания, которая этим занималась, она действительно принадлежала вот семье Пенгеймеров и так далее. Но я тогда обычно говорил, когда такие упреки, ребята, вы давайте введите тоже бойкот. Не будет у вас контактов в ЮАР, мы с удовольствием сами будем продавать алмазы свободно, без всяких этих. Или, как выражался другой наш дипломат, очень по-хорошему, говорит, что вы можете и сидеть так на своих алмазах, если не иметь дело с теми компаниями, которые в Лондоне, но по существу ЮАР. Вот, пожалуй, единственное, что могут они нам как-то предъявить, если так можно выразиться, за этот период. Вот я знаю, что в году в 77-м публиковалась даже книга Кристиан Барнарда здесь, нежелательные элементы. Ну, видите ли, странный он человек, конечно, Кристиан Барнард. Сейчас его именем названо и госпиталь большой, великий, но был период, когда он вел себя безобразно, потому что составлял список, кого надо устранить, кто мешает режиму. Пересадить человека, который мешает его сердце? Да, 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 я как-то в известных тогда статью об этом писал. Это где-то в 80-е годы. Понимаете? Так что он был... Настолько доброжелательная по отношению к чернокожему населению книга «Нежелательные элементы». Я еще раз говорю, что его именем сейчас даже назван госпиталь для цародрома, когда едешь в центр Киптауна, его именем признается в заслуге и так далее, но не будем идеализировать, это за ним тоже водилось. Хотя объяснение было, что устранить это не значит убить, это так далее. Вот такой за ним, мягко выражаясь, Гришок тоже был. Я знаю, что помимо всего, тоже прочел в статье Давицуна, Давицуна, да, что у нас был самый невероятный разведчик в ЮАР, который возглавлял практически все верфи, и что такого уровня разведчиков у нас не было практически нигде в мире. Ну, вы знаете, я не специалист по разведке, но человек, он был хороший, конечно, Герхард. Герхард. Хороший человек, да, Гитар Герхард. Он довольно много работал на связи с нашей военной разведкой. Он был, действительно, начальник верфи в городе Саймонстауне, когда доберетесь за Саймонстауне, посмотрите, его портрет там висит, его портрет там висит, понимаете. Был он арестован, вместе с женой. Вместе с женой. Жену, правда, они пораньше выпустили, у него швейцарка была, жена вторая, вроде бы живая, слава богу, и он живой. Вот. Ну, вот здесь, если что-то бы хорошего сделал Борис Николаевич Ельцин, то во время визита сюда в 92-м году Деклерка, когда практически вместо Манделлы приняли здесь Деклерка, ну, это уж совсем тяжелая тема. Вот. Насколько я понимаю, было, в общем, достигнута договоренность, что его все-таки освободят. И вскоре после этого визита его освободили. Некогда. Но он же предупредил о том, о атомной бомбе. В пределах того, что я знаю, подход был примерно такой, что может быть у них оружие, но уверенность, что оно есть, по-моему, я не могу за самое-самое высокое руководство. Но я думаю, что позволю себе сказать, что и у него не было. И когда говоришь с ветеранами, вроде бы и у них не было. Но все они сами, что они сами отказались от использования. Они отказались, но это немножко сложно тоже. Они отказались в 93-м году, когда было ясно, что власть меняется. Считается, что во многом оно было сделано под давлением американцев, которые очень боялись, что, кажется, это оружие вот у Африканского национального конгренса, у которого были, не скажем, слишком близкие, но все-таки контакты с тем же Каддафи и так далее, что будут использовать не в тех целях. Но так или иначе, ЮАР остается единственной страной в мире, которая добровольно отказалась от ядерного оружия. И в которой никогда не было переворота государственного, в принципе, из южных... Ну, как вам считать, какой период переворота государственного не было. Ну, например, когда пришли вот Африканеры, это партия в классе в 1948 году, они быстро выгнали из армии всех бритишских этих крупных начальников. Я уж не помню, как у них называлось, кажется, ночь, фельдъегерей, когда именно ночью получили они все указания, как сказать, инструкции, что их сняли с власти, с должности, чтобы тебя, слава богу, не организовали, что-нибудь против. То есть, такие варианты все-таки были. Но переворотов не было, и попытка была в Анголе, но неудачная, так и не было, и в Мозамбике не было, и в Зимбабве не было, в Намибии вообще демократия. То есть, в этом регионе, слава богу, переворотов военных не было нигде. Вот за эти 25 лет или сколько уже, 40, в Анголе, в Мозамбике Но мирным регионом все равно не назовешь. Не назовешь, но все-таки, вы понимаете, в чем дело? Это уже немножко другая тема. Но у нас, да не только у нас, вообще всегда Африку как-то демонизируют, понимаете? Ну, например, в Индии, там же очень тяжелые были эти бои, Наксолиты, вот эти леваки, совсем левее генеральной линии. Временами, если мне память не изменяет, 40 тысяч солдат участвовало в их подавлении. Но об этом большого шума нет. А здесь все... Понимаете? Ну, и смотрите, как работает средство массовой информации. Извиняюсь, журналисты об этом говорят. Что мы видим по телевидению про Африку? Или какой-нибудь взрыв, или какой-нибудь жираф. И интереса к России нету там? Я не скажу, что нет его. Нет такого, который был 25 лет, лет назад, у нас до сих пор культурного центра там нет. Ну, как в такой стране не иметь культурного центра? Как в такой стране не помогать как-то прямо или косвенно тому, чтобы учили русский язык? Вот конкретный вам пример. Слава Богу, вот на фестиваль фильмы привозили. А так ведь наша очень слабая культурная связь. Вот вы, как человек, который очень много сделал для того, чтобы ЮАР, ну, берем только ЮАР, была бы той ЮАР, которая на есть сейчас. Вы довольны сейчас с той ЮАР, которая существует? Ну, во-первых, я не хочу сказать, что многое сделал, многое сделали они сами. Очень многое, я прочел все. Да нет, многое сделали они сами. Это мы всегда перегибаем в этих делах. Ну, как вам сказать, они все-таки не решили одной главной проблемы. Это реального повышения уровня жизни бедного населения в стране. И это опасно, понимаете. До сих пор перепады очень большие. Перепады даже увеличились. У нас они растут, и у них растут. Между узким словом богатых и большинством, или почти большинством бедных. И это, конечно, опасно. Такое вот социальное потрясение избегать нельзя. Отсюда определенный авторитет вах, демагогов, которые появляются, типа эти, даже названия. Economic Freedom Fighters, борцы за экономическую свободу. Малема. И себя он обозвал никем иным, как главнокомандующим. Не президентом партии, не председателем, не генсеком, а главнокомандующим. Вот это вот, пожалуй, самое сложное, что есть. Но здесь уже более крупный вопрос. Можно ли это добиться при том, что критики называют неолиберальной экономической политикой. То есть, какой степени надо менять экономическую политику, чтобы действительно достичь результатов. С точки зрения политической, в стране действительно демократия. У них очень большую власть имеют суды. Исходите, мое личное мнение, по-моему, излишне большего. Ну, вот был недавно скандал, когда там была конференция Африканского Союза, то есть, всех африканских государств практически. И, ну, вы знаете, я ее называю криминальной организацией, это Международный уголовный суд. Да, да, да. Да. И его, так сказать, аналоги типа суда в Ревославии и прочее. Они предъявили обвинение несколько лет назад президенту Судана Башир, а поскольку в ЮАР он появился на этой конференции, то местный суд принял решение, что правительство должно его не выпускать из страны и передать его в Голландию сюда. Правительство из страны выпустило, и все, идут судебные процедуры. Высший суд сейчас недавно опять признал, что это правительство нарушило. правительство подает апелляцию и апелляцию в высший суд и, не дай бог, если они проиграют апелляцию, то еще министров могут привлечь. То есть правительство пошло против суда и выпустило президента? Выпустило. У них слишком сильная власть вот этих вот судов. Она не пропорциональна. То есть вот сейчас, чтобы развенчать какие-то слухи, права по судам и по всему равные для белых и для членов? Нет, это конечно. Конечно. Другое дело, что это связано с деньгами, адвокаты берут большие деньги и может быть соревнования уже финансов в каких-то случаях. Нет, у них конституция очень демократическая. У них реально основные направления как бы деятельности правительства определяются парламентом. У них огромная галерея, свободный вход на галерею. У них, как правило, свободный вход на заседание комитетов. Граждане могут прийти и сидеть на заседание. Ну, кроме, может быть, секьюрити каких-то там, спецслужб отдельных. А так у них действительно пытаются максимально... В парламенте есть и белые... Ну, конечно, есть несколько. Нет, ну, что считать белые? Вот у меня был руководитель центра, где я работал в Кептане, Роб Дэвис. Чистый белый, теперь он министр торговли и промышленности. Понимаете? От Африканского национального конгресса. Но иногда они вот в предыдущем составе до 14-го года замминистров сельскохозяйства был из Бурской партии. Там маленькая есть такая партия, Фронт Свободы. Вот от нее был даже замминистра. Понимаете? Там несколько человек в правительстве есть белых, но в основном они те, которые в рамках Африканского национального конгресса, как правило. Как новые власти относятся к историческому наследию? Потому что оно все равно колониальное. И статуи родца, и статуи смоцин. Вот это вот большая проблема. Действительно проблема. Относятся они очень, в общем-то, спокойно, понимаете? Идет постепенно какое-то переименование городов некоторых, но оно тоже делается по-умному. То есть, например, Претория остается как Претория, но это центр города, а включается в общем большой муниципалитет под африканским названием Цваны. Вот Дурбан, где была конференция БРИКС, куда Путин тоже ездил в 2013 году. Дурбан так вот остается, а вокруг это все включает Дурбан, называет теперь Этиквени местным названием. Вот так вот довольно, если хотите, хитрый, хитрый, может быть, ни того слова. Но, конечно, это очень чувствительный момент. И вот эта компания, которая началась студентами, в прошлом году, был Ротс Мастфелт, буквально, значит, он должен упасть. Это статуя Ротса, понимаете? Ну, статуя они убрали с того места, где он стоял возле университета. В Кептановском университете. Ну, не то, что они его убрали, понимаете? Но это, в общем-то, вызвала немножко такая компания, если хотите, определенная напряженность между черными и белыми, которой все-таки 20 лет почти не чувствовалось. Там больше конфликтов было между местным, коренным, черным населением и пришельцами, вот, мигрантами из-за гранины, ну, как у нас, хлеб отнимают, работу отнимают. На такие же проблемы, которые мы имеем с мигрантами здесь, понимаете? Из других африканских. То есть, какой-то элемент напряженности здесь появился, но, опять же, можно понять, я вам говорю, что в реальности, конечно, по-прежнему основная часть экономики в руках старого населения, белого. Хотя они пытаются доказать, что поскольку многое, все-таки, порядка 30% в госсектор, вроде правительства в основном у черных, там, все-таки, вроде бы уже по-другому сейчас. Ну, так грубо считается, что из, ну, будем говорить, классическим языком, из крупной буржуазии, ну, максимум 25% черных появились, появились и миллионеры, и миллиардеры, и, ну, А в целом, конечно, людям жаловаться грешно. Жаловаться можно на преступность, это верно, но преступность во многом связана, опять же, с той вот этой политикой экономической, что 25% грубо, а то считается и больше, это безработица, особенно среди молодежи. Отсюда и преступность. Вопрос связан с вашей, одной из последних статей, которую я прочел, зачем в Бриксе ЮАР? Потому что все страны Брикса, это все, влияющие действительно на весь мир, и только ЮАР, она влияет на свой регион. Я думаю, что для ЮАР, конечно, это было престиж, это была возможность, надежно привлечение инвестиций каких-то, связанных тоже с престижа, с положением страны, и так далее, а для стран Брикс, принятие тогда еще Брик, принятие ЮАР, означало все-таки как бы еще один континент, и то, что они называют гейтвей, то есть ворота в Африку. Хотя и другие претендуют, как ни странно, Дубай претендует на роль ворот в Африку. Если вы хотите полететь подешевле в Африку, летайте Эмиратами, в ту же Анголу, все это теперь Дубай, все это Эмираты. Ну вот Казахстан открыл посольство года три назад в Африке, а до этого послал бы в Дубай и посовместиться в ЮАР. Понимаете, поскольку там связь не была. Вот так, наверное, основные моменты. Есть такая тоже взгляд, что вроде вот Нигерия сейчас по объему производства вроде превзошла ЮАР, ну Нигерия для 200 миллионов населения, но все-таки по степени развитости, особенно инфраструктуры, ну были, увидели, дороги и так далее, конечно, связь, инфраструктура у них развита очень хорошо, банковская система развита очень хорошо. То есть в этом плане они, конечно, идут на европейском хорошем уровне. Ага. Мы всегда делаем нашу программу, основываясь на книгах, которые любят человека и которые являются какими-то действительно для него важными, жизнеобразующими. Какая у вас есть такая книга? Ну, я бы сказал, была, потому что куда-то девалась, а теперь найти ее сложно. Значит, у меня мальчишка была еще в школе. Была такая книга, был такой писатель, о нем, наверное, сейчас мало кто вспоминает, Павленко в свое время был известный, 50-е годы, 40-е наши. И книга называлась «На востоке повесть о будущей войне». Она написана в конце 30-х годов, описывалась подготовка, восстановление что-ли Дальнего Востока, обороноспособности и война с Японией, нападение Японии на наш Дальний Восток. Это довольно интересно. Конечно, получилось не так, как они писали, понятно, но довольно интересно. Это, как я бы сказал, интернационалистский подход. И там, я просто одну фразу помню, когда там два руководителя на Дальний Востоке говорят, но ты не забудь, тебе на будущий год Маньчжурию кормить. Понимаете? Ну, кормить не кормили, а снабжать снабжали. Правда, не на будущий год, а лет через 7-8, потому что это было в конце 30-х книга написано. Это очень такая же книга. Ну, после 40-х что? У Шпанова, если завтра война, когда он... Здесь вот это особое, именно, понимаете, здесь особый уклон такой интернациональности. Как я так считал тогда, и, наверное, право было, что эта книга меня сделала во многом интернационалистам как раз. Понимаете? Там и события, скажем, Малайи и так далее. А все, весь этот регион берет? Ну, берется Япония, берется наш Дальний Восток и все, что было связано. Ага. Тогда с Дальним Востоком, я бы сказал, даже смелая книга для того времени особенно, понимаете? Я не видел, не слышал, потому что это... Я не знаю, я совершенно не исключаю, что могли потом ее в какой-нибудь спецхран передать, поскольку совпало все не так, так сказать, не совпало с тем, что там ее не писали. Ну, где-то найти можно. Она у меня, к сожалению, пропала, ну, в общежитии и так далее. Ага. Вот так, если вам... Спасибо вам огромное за рассказ. Очень интересно. Спасибо большое. Спасибо вам. Субтитры подогнал «Симон»